У столицы Дагестана новый градоначальник. Его большинством голосов избрали депутаты городского собрания. За процессом в мэрии внимательно следила и наш корреспондент Патимат Ханапова. Ей слово. Сейчас за моей спиной проходит заключительный этап конкурса на должность мэра Махачкалы. Судьба столицы Дагестана решится в считанные секунды. Изберут градоначальника, депутаты городского собрания. Напомним, что победу одежит тот кандидат, который наберет большинство голосов от установленной численности депутатов, а их всего 45 человек. Так, чтобы стать победителем, кандидату необходимо набрать не менее 23 голосов. Всего подало для участия в конкурсе 40 человек. Это бесплатный конкурс в истории Дагестана, когда такой большой комиссия желающих извинила желание занять место главы городского округа. Основным претендентом на эту должность называли действующего руководителя города Мурада Алиева, который отказался участвовать в предвыборной гонке. Кстати, сегодня он официально заявил в своем инстаграм, что складывает свои полномочия. И вот теперь явным фаворитом остается 39-летний Салман Дадаев, глава управы Басманного района Москвы. Кстати, кандидатуру его поддержало региональное отделение партии «Единая Россия» и сам глава республики Дагестан Владимир Васильев. И, наконец, председатель конкурсной комиссии называет имена тех, кто прошел финал. Их всего трое. Это Салман Дадаев, председатель депутатов Кировского района Махачкалы Эльвира Абиева, а также первый заместитель главы Махачкалы Абдулмуумин Ибрагимов, который за пять минут до голосования снял свою кандидатуру и попросил поддержать Салмана Дадаева. И вот, меньше чем за полчаса становится известно имя нового градоначальника. Им, как и ожидали многие, становится Салман Дадаев. Его кандидатуру поддержали 39 депутатов. В своем обращении новоизбранный глава поблагодарил за оказанное доверие и признался, что ему было тяжело смотреть на состояние родного города, отчего и согласился принять участие в конкурсе. Соштусь, если на слова своего отца, которым я обсуждал принятие этого решения, которым я ответил Салман, если и ты откажешься, то кто по-твоему это должен сделать? В своих силах новый мэр уверен, а во всяком случае дает понять, что настроен решительно. Скажите, пожалуйста, а что будет, если вдруг у вас не получится? Не может ничего не получиться, если что-то делать. Этому городу не хватало одного. Просто ежедневно система что-то делает. И что значит не получится? Если ежедневно что-то делать, да, может быть получится не все, Но ничего не получится, такого, в принципе, априори не может быть в случае моей команды. Кадровые вопросы, поправки бюджет города и контроль за реализацией федеральных государственных программ новый глава назвал первоочередными задачами на своем посту. Ознакомление с бюджетом, конкретно его составляющей, то есть бюджет обязательных платежей, мне нужно разобраться будет, это сколько городская администрация и кому, в каких размерах, в какие периоды, в какие сроки должна оплатить, это очень важный вопрос. Понятное дело, не нужно будет ознакомиться с бюджетом развития, то есть какие средства у нас есть для того, чтобы реализовывать те иные программы. Следующий вопрос, соответственно, погружение в те программы, в которых город уже заявился на участие. То есть это федеральные программы, это городские программы, благоустройство, дороги и так далее. Ну и, наверное, мне нужно будет погрузиться в некоторые кадры его вопроса. Известно одно – будущему мэру дагестанской столицы достанется непростое наследство. Проблем в Махачкале действительно много, и народ выражает надежду на то, что новоизбранный мэр не повторит ошибок предшественников.